Считаете ли вы, наши зрители, нас смотрит больше 2000 человек, почти 200 в прямом эфире, считаете ли вы, что насилие в Беларуси – это уровень сталинских репрессий? 70% – большинство проголосовало за то, что да, насилие нон-стоп, и это очень похоже. Хуже сталинских репрессий, 13% так считают, потому что столкнулись. Нет, до Сталина Лукашенко еще далеко, так считают, 15% и… 3% говорят Сталина на вас, нет. Вот бы он. 3% – это у нас всегда тут, ну, это хорошо. Да, 3% – это наше все. Это наше все. А вам же лет 10 назад чуть больше даже, вам же, вот именно вам, Ирина, угрожали забрать детей в приюм, ну, после 10-го года. То есть были же вот эти угрозы конкретно сталинские, что мы… Это не угрозы, это не угрозы, меня посадили в тюрьму, мужа посадили в тюрьму, трехлетний ребенок, по их мнению, остался без попечения законных представителей, и все. Это не угрозы. Сейчас просто многие с этим столкнулись, да, а раньше действительно вы такая, ну, ну, да, грустно, ну, лучше мы это читать. А как это все было обставлено вообще, что вам говорили там внутри системы, когда вот вы там находились, как это уже тогда работало? Внутри системы мне говорили, в тюрьме мне говорили, что я выйду через 15 лет, за это время мой сын в детдоме вырастет бандитом. Наташи Радиной говорили, что она выйдет через 15 лет, и у нее к тому времени закончится рекомендуктивная функция. Примерно так это работает. То есть прямыми словами конкретно вот такие вещи? Ну, абсолютно, ну, знаете, в отличие от нас, они не читают книг, а мы-то читаем, понимаете? Я-то читала и Виннингингу, и Варламу Шаламову, я все это читала, я просто сидела, слушала, что они говорят, и, черт возьми, вспоминала эти книги и понимала, что с 1937 года у них методы, методички, я не знаю, как это называется, скрины или как это, скрипты, ничуть не изменились. Все те же методы, все те же угрозы, и в конце концов, просто сейчас, сейчас это коснулось слишком многих. Тогда, действительно, сколько нас было по уголовному делу в 2010 году, у нас было так, по-моему, 40 человек, что-то 4 десятка арестованных по уголовному делу. Всего-то? Всего-то, да. А так, чтобы семьей, мужа с женой, да, это были только мы с Андреем, да, нашему сыну было 3 года, его пытались забрать, за ним приехали в детский сад, менты с мигалками, сотрудники органов опеки, и моей маме, то есть бабушке, его не отдавали. Это заведующая детским садиком, грянь, выставила, знаете, в детский садик можно войти с разных сторон, там же несколько разных выходов, ну, то есть в одну группу вход, в другую, в третью, она везде расставила воспитателей, чтобы никто, чтобы, боже упаси, Даниила никто не забрал. К моему счастью, когда моя мама пыталась туда прорваться, ей позвонили ребята с НГВ, ребята, 2010 год, это еще другое НТВ, это еще был Паша Севин и так далее. Это еще был Крестный Батико на этом самом канале. Было, было. И мама сказала, приезжайте. Вот когда те увидели камеры, НТВ-шные микрофоны, все прочее, сказали, не-не, мы никого не хотим забирать, мы никого не стараемся забирать, мы, конечно, дадим бабушке возможность оформить документы для опеки. Ну, а дальше включилась пресловутая белорусская солидарность, потому что моя мама была после операции на сердце по диагнозам, по медицине, и не должны были разрешать опеку. У нее были диагнозы, которые входили в список, вот, но ее в поликлинике просто, что называется, за руку водили по кабинетам, и все ей писали такие заключения, что, в принципе, мою маму в ее тогдашние 75 можно было отправлять в космос легко. То есть просто люди, простые люди, сочувствующие вам, врачи, вот так делали? Да, конечно. Так что все это работало в солидарность белорусов, умение сочувствовать, сопереживать, помогать, работало еще тогда, работало, собственно говоря, всегда. Просто мы все с этим столкнулись. Сейчас, в 20-м году, да, с этим столкнулись уже, наверное, сотни тысяч. Мальчишка ваш помнит что-то из того времени, или для него это все прошло? Он помнит все. Он, к сожалению, помнит все. Не забудьте, что он еще, мало того, что сначала родители оба исчезли, так потом еще мама вернулась в сопровождении двух КГБшников. Я под домашним арестом сидела, извините, у меня три с половиной месяца потом уже после тюрьмы, с двумя офицерами КГБ, которые круглосуточно находились в квартире. И ребенок сначала в три года не мог понять, что эти дядьки тут делают, почему папы нет, а эти дядьки тут шляются. Ну, потом их, конечно, привык, но он прекрасно все помнит. А уж как я это все. А как они жили, прям круглосуточно, они спали где-то там? Еле спали, уходили, извините. Ай, дело в том, что они менялись, они менялись один раз в сутки, 8 утра. Они заступали на смену на 24 часа на сутки. К моему счастью, когда-то мы сможем, когда купали квартиру, мы вместо вот этого маленького запутка в прихожей, мы лоткнули туда мои унитазы, сделали гостевой сортир, там, два метра площадью, но он меня спас, потому что они ходили туда. Я бы не смогла, извините, я бы не смогла посещать один и тот же санузел. А тогда они приносили с собой, и они попросили, чтобы я им освободила полку в холодильнике. Они пользовались микроволновкой. Конечно, я могла начать боковать и сказать, я вам запрещаю холодильником пользоваться, я вам запрещаю пользоваться своей микроволновкой и так далее, и так далее. Нет уж, сидите на скольчике в прихожей. Я бы понимала, что я могу сделать в жизни невыносимой, но они могут сделать невыносимой еще больше мою жизнь. Потому что сначала там была одна мерзкая, тупая смена, которая, они могли например ночью зайти ко мне в спальню, ну, удостовериться без путок. Удостовериться, что я не связала простыни и не спустилась по этим самым простыням и запрошкам. С сыном. Ага. Или там заявить, что я не могу выйти на балкон покурить, потому что по условиям домашнего ареста мне запрещено приближаться к кузне. Было и такое. Поэтому в данном случае я стремилась к какому-то разумному компромиссу в рамках социалистического общежития. «Ладно, ребята, вы пользуетесь, пожалуйста, моим холодильником и микроволновкой, но не приставайте ко мне, когда я буду сидеть на балконе с сигаретой, создавая себе хотя бы иллюзию того, что вот в этом маленьком пространстве, на застеклёрной лёдшей, я одна всту. Ну, Ирина, когда... Ну, это же было несколько смен, то есть это же не было там 200 человек через вашу квартиру не прошло за эти 3,5 месяца? Ну, в конце концов, человек 20 прошло, потому что то одного дёрнули куда-то там на задание, то другой в засаде, то третий. Я им, в конце концов, сказала, вам нужно меня убить, потому что я уже почти личный состав весь ваш знаю. Все привычки, все повадки. Просто это же вот жизнь 24 на 7 с какими-то людьми, они же наверняка повторялись где-то что-то. Это же неизбежно завязывание каких-то отношений человеческих, просто разговоров. Да зачем? Нет, ну, мне кажется, это неизбежно. Или я ошибаюсь, или вы держались стойкой? Нет, были те, которые очень стремились общаться. Была одна смена вообще, знаете, таких карикатурных персонажей, они были бывшие десантники, поэтому они перед зеркалом, ну, вот эти вот козы принимали с бицепсом, очень они это любили. Увидев гитару, спросили, можно ли попеть, я сказала, вы не пойте, и они запели что-то там про потушек, голубые беретки. Голубые беретки, конечно. И сказали, что-то по комбухе. Но они были вполне себе добродушные. Правда, знаете, иногда это бывало простота, но уже воровства, потому что когда я тихонечко садилась, например, включала телевизор, ничего другого же не было. Я могла пользоваться только телевизором и книгами. Они приходили, говорили, ну, а что вы тут смотрите? А давайте вместе посмотрим. И садились на диванчик. Рядком. Вот сидим мы рядком с ними. И что вы смотрели там, извините? Ой, слушайте, мы смотрели какой-то, мы смотрели какой-то боевик, причем где какого-то мужика, какого-то спецслужбиста забыли к засаде на долгие годы, они начали рассуждать, что их вот тоже так забудут. Они с ними остались жить, пропишутся хозяйству, там заберутся. Да, это весело. Я хотел играть в скребл. И мы с ними играли. А была совершенно мерзкая, например, смена, которая всерьез, они были такие красно-зеленые, они говорили, то есть они пытались меня агитировать, они пытались смотреть БТ. Тут я как фурия, конечно, врывалась и кричала, пока я здесь, никакого БТ в моем доме не будет. Были тихие-тихие, которые говорили, а вот вы скажите, где мы можем провести время, мы вот там и проведем. Мы сидели себе тихонечко, книжки какие-то там читали. Честно, у меня все-таки, у меня достаточно просторная квартира, то есть там в принципе было, где разместиться. Ну, а кстати говоря, знаете, что когда начался суд, суд же приводит конвой, уже милицейский. Вот начальник конвоя матерился по поводу того, кто вообще придумал этот домашний арест, вообще такую меру пресечения, идиотскую. Рассказал мне историю о том, как не так давно какую-то молодую женщину, мошенницу, так отправили под домашний арест, ну, поскольку это было экономическое преступление, нет, у нее не КГБшники, а милиционеры, соответственно, дежурили, а у нее была квартира, ведь, знаете, такая большая просторная студия, еще с прозрачной дверью в ванную. Ну, в общем, однажды утром приехавшая смена обнаружила одного из них в отключке после клофелина, а девушка и второй милиционер бесследно исчезли. Интересно. И так и не нашли. А, и так и не нашли, да? Ну, я полагаю, что они где-то там, знаете, пьют эти коктейли с зонтиками. На пляжах Купа Кабаны. И все, наверное. Ирина, тут вас во много очень пишут, хороших, добрых слов, и что история ваша, конечно... Мы же, понимаете, с чем занимаемся сейчас? Мы же занимаемся и самообразованием в том числе. Мы сейчас, в том числе, наш канал, он для меня, например, для меня. Он для того, чтобы понимать вообще, а что... Раскапывать вот эти, да, разгребать вот эти завалы, которые пришлись на наше время. И вот, пожалуйста, вам Ирина Халиб, которая всю жизнь понимала, что происходит. Вот ее история. И многие пишут, что она очень тронула эту историю. И они впервые слышат ее. Да? Они там знали, не знали. Понимаете, это вот моя жизнь. Мне, разумеется, кажется, что это же вот... Моя жизнь, это же все, да? Да. Но в то же время я прекрасно понимаю, что многие из тех, кто, например, вышел на протесты в 20-м году, 10 лет назад еще, извините, ходили в школу или ходили в детский сад, еще по определению, они не могли знать, что происходит в данный момент за стенами их уютного дома, где родители пытаются, знаете, держать над ними зонтик, чтобы детки как можно дольше не понимали, где их угораздило родиться. Это очень важно, что вы делаете, ребята, потому что действительно мы должны знать историю, новейшую историю в Беларуси, которая началась не в 20-м году, а началась и даже не в 94-м, когда я сглала Лукашенко, а началась в 91-м, кстати говоря, все-таки или в 90-м. В общем, после принятия Декларации о независимости мы еще все, то есть очень многое нужно узнать, очень многое нужно понять, очень многое нужно осмыслить. Я говорю сейчас как раз о молодежи, о тех, кто родился где-то там на рубеже веков, на рубеже тысячелетий, они все это должны знать. Поэтому, конечно, приглашайте таких знатоков опытных когда-бы почаще, а мы будем рассказывать эти, вот помню в 37-м году. Именно так. А то, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит, вот вчера у нас в эфире был Павел Усов, они более-менее из одной политической лодки с Позняком, и вот он задавал вопросов Тихановской, рассказал, как им там палки в колеса вставляют в Литве позняковцам, да, в то же время там позняковцев этих ругают, вот они хотели прибрать к рукам этот варшавский, вот эта возня, вот эта возня, что вы обо всем об этом думаете? Понимаете, все эти люди, что Тихановское все окружение, что в данном случае позняк Латушка, господи, я вижу просто, к сожалению, что сейчас они пытаются вот создать, создают вот эту виртуальную реальность, в которую погружаются люди, да, то есть все всерьез обсуждают, кто там какую должность себе определил, кто с кем поцапался, кто кого как назвал, кто себя главным объявил. Помните замечательную фразу Дона Аминада «Объявить себя гением проще всего по радио». Ну, он как радейщиком, я думаю, это понятно и близко. Вот объявить себя лидером тоже проще всего по радио. Мы с вами тоже сейчас можем залудить какое-нибудь небольшое интерправительство на троих, вот, и сказать, что вообще-то мы тут лидеры мнений, нас тут знают, кто вы такие, а у нас, по крайней мере, у нас уйдет, мы у нас читаем, поэтому давайте-ка лучше мы будем. И тоже, и нормально, и будут обсуждать, и все уйдет в очередное обсуждение, и все забудут о том, что на самом деле сколько сейчас народу за решеткой, сколько народу ждет суда, сколько человек может опасаться смертной казни. Вот, в июле, в самом начале сказали про массовое убийство, если, не дай бог, 30 человек по делу о диверсии и о мочуниках. А представьте себе, что эти 30 человек сейчас сидят в кабинете следователя, им говорят, ты пойдешь, собственно говоря, под расстрел. Представьте себе. Поэтому, извините, я не могу сейчас, безусловно, я не могу одобрить ни тех, ни этих, ни пятых, ни десятых, не могу одобрить никого из тех, кто занимается созданием виртуальной реальности. чтобы мы с вами обсуждали, кто с кем, опять же, подрался, подсапался, у кого какое пальто, кто снимает какую квартиру и у кого там какое еще имущество и так далее. Нет, ребята, это нас снова уводит в сторону и это не имеет никакого отношения, вообще никакого отношения ни к реальной жизни, ни к белорусскому народу, ни к политике, ни к будущему, в конце концов, а к возможности, которая должна открыться. А что им делать, этим лидерам? Как победить диктатуру? Дело не только в победе, просто какой вектор у них есть, да, работы. Вот Тихановская в день единения Беларуси и России сказала, с кем мы объединяемся, мы объединяемся там с черт знает с кем. Там Поздняк где-то выступил, тоже что-то там сказал. А что им в общем-то делать? Они вспоминают о политических... пусть разговаривают, ради бога. Ну, как мы с вами разговариваем, это... Слава богу, интернет позволяет каждому человеку самовыражаться как угодно. Понимаете, но не нужно пытаться делать вид, что они важную какую-то вещь, что они пытаются освободить белорусский народ от гнета. Что мы видим сейчас? Давайте будем честны. В последних пакетах санкций Беларуси нет вообще. С белорусского калия, скорее всего, санкции этих чертовой матери с ними. Что мы видим? К чему привела их деятельность? К тому, что, смотрите, к тому, что белорусы все-таки в положении изгоев оказались, в положении соагрессоров. Ну, как минимум, какие-то вещи, наверное, можно было объяснить. Я не понимаю, зачем нужны были четыре визита Светлана Тихановской в Исландию. Мне простите, уж такая ключевая страна в принятии решений относительно Беларуси, но такая уж влиятельная. А водка вкусная? Это да. Это да. Я никогда не пробовала. Нет, просто, на мой взгляд, освобождение политзаключенных и санкции в отношении режима – это две ключевые вещи, которые, наверное, на которых должен сосредоточиться каждый из тех, кто вообще имеет в данном случае, кто имеет возможности, кто имеет возможности разговаривать, кто имеет возможности достучаться до каких-то, скажем так, людей, принимающих решения. Понятно, да. Наверное, я бы поставила освобождение политзаключенных все-таки на первое место. Субтитры создавал DimaTorzok